короче сегодня мы едем в Микинино из Люберец через всю Москву в одну сторону получается 54 километра туда-обратно с учетом что по Микинино покатаемся на километров 110-115 наверное будет едем снова вдвоем а Галина сегодня сообразила на сотку прошлый раз была не уверена сегодня уже уверена вот поэтому погнали вот такой выезд у нас с района проезжаешь 200 метров и мы в Москве давай в горочку вот мы и в Москве кстати друзья всех с праздником с Днем Победы сегодня 9 мая вы наверное смотрите это уже сильно позже ну или не сильно там смотря как у меня со временем будет на монтаж сегодня будем ехать через центр Москвы ну и возможно там зацепим что-нибудь парад конечно уже кончился сейчас мы из дома выезжали как раз закончился парад но может какие-то остатки от парада там заснимем доехали до станции Люберца-1 сейчас через переход на другую сторону на Октябрьский проспект вот оттуда он по-моему выходит на Рязанку и по Рязанке прямо прямо до центра ну и там уже по Москве блин я когда себя снимаю все время рулем по морде получаю ой это надо вот так как гирю тащить 15 килограмм сил аж очки запотели вон там сзади Люберца-1 туда Октябрьский проспект погнали Октябрьский проспект улица вечной стройки здесь не знаю сколько я тут живу лет шесть-семь уже здесь строит-строит мост вон какой-то строит скоро короче люди здесь задохнутся от грязи походе вот так вот в Люберцах отмечаю день Победы тут вечный огонь так как сегодня мы планируем проехать овер до хера мы решили для себя каждые три километра будем пить воды даже если не хочется чтобы водный баланс поддерживать и каждые километров 15 будем съедать по банану или чего-то сладкого чтобы поступали углеводы углеводы это энергия второй раз уже забыли попить воды вот сейчас проехали два лишних километрах сейчас попили и едем дальше за бананами чем мы проехали уже 17 километров осталось еще блин 54 минус 17 34 да ой 37 осталось 37 по моему да 37 едем нормально все хорошо погода класс солнышко греет ветерок обдувает все супер короче вон там вон крутой мост узкий тесный мы решили по нему не ехать нашли обходной путь правда через железную дорогу вот так тащится агалина а ты не заехал да я заехал и чуть вот на этот 4 не напоролся еще здесь вот стекла вот будьте очень внимательны на велосипеде со стеклами это пиздец вообще кажется стекло до херли такого прокалывает колеса только в путь ну как будто ездит но что-то за дорогой не ухаживает короче нам вон туда туда голубь обиженный сидит похавать ничего не принесли смотри голубь обиженный проехали двадцатку и забыли скушать банан сейчас на какой-то аллее мы тут пиздец засрана алкашей полно бутылки кругом поэтому ищем более-менее чистое местечко вкинем по банану и помчим дальше походу сейчас куда-нибудь во двор заедем потому что здесь прям жопа вот нашли чистенькое местечко на детской площадке сейчас короче быстро хаваем и едем дальше такая прикольная горочка здесь какой красавец стоит четенький вообще ты как мы проехали полпути ровно 27 чё все ништяк все супер солнце только то выходит то заходит то жарко то прохладно но в целом все супер попробуем проехать сейчас через центр москвы а галина говорит что там все перекрыто но мне кажется для пешеходов есть возможность проехать вот но народу в центре вообще очень мало прям очень ничего здесь не перекрыто вон машины едут и людей тоже но людей немного конечно а вот мост перекрыт наверно да на мосту флажочки всякие повесили людей полно туристы вон там кп ну да пусто но она не красную площадь перекрыли просто обгоняем пароходы и линь-делинь спасибо узенько тут чтобы ехать одной рукой еще вот стоят прям в проходе короче слов нет чтобы матом не сказать промолчу а галина что-то отстала а он катится ты чё пропала я вот так обезьянскую кухню как как я вот так учись будешь тоже так объезжать короче неудобные моменты все таки есть в Александровский сад попасть не смогли все перекрыто и дальше от него прямо проехать тоже не смогли все перекрыто поэтому пришлось по подземному переходу от Александровского в библиотеке Ленина выйти отсюда будем строить уже новый маршрут потому что мы с него немножко сбились вот короче едем в итоге по набережной до Москва-сити оттуда правее уходим в сторону Микинина и мы уже рядом уже проехали 33 осталось немножко вон там красота вот едем туда а тут просто красиво или аппетит козьёль блять опять солнце ушло прохладно стало блин ну вот такая тут красота чайка летит в прошлый раз утка была, сегодня чайка ау 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 вперед смотри тоже повернулась и едет первый раз я с этой стороны Москва-сити капец капец тут оказывается объезжать блин сколько мы минут 30 наверное все объезжали чтоб переехать на другую сторону проехали 37 осталось 17 да? да 17 ну фигня уже короче ху** прям по шоссе потому что Яндекс карты сошли с ума а Галина там вообще наверно усикалась застряла что ли? давай ты сможешь там короче тротуар был настолько тесный что даже я блин не смогу никак проехать даже пешком там неудобно идти поэтому решили объехать по шоссе зато топнули нормально так вaminate раскатить тоже Feedback д Line taught me у нее тоже язык на плечо круто да? зато в другой день ты бы никогда не смогла прокатиться по этому шоссе потому что тут все время все стоит так что нам сегодня можно сказать повезло мы катнули по шоссе Фу, мы приехали наконец-то, вот мы где, вон там Строгино сзади, а здесь Микинина с другой стороны, а Галина уже не такая счастливая, но мы молодцы, 52 с половиной, до нашего друга еще полтора километра. Вот такие тут виды, мы едем куда-то вот туда, вон там Микинина, метро. Фух, мы это сделали наконец-то. Тут слишком крутой спуск для переднего тормоза, рука капец напряженная, но я должен это снять. Короче, вот мы добрались до места, вот такие здесь виды. Сейчас немножко отдохнем, потусим и блять обратно. Вышли, короче, прогуляться по райончику, здесь очень классно. Ты так быстро показал, ты поменьше. Все, я медленно показывал. Стало прохладно, и мы вот думаем обратно ехать своим ходом или все-таки прыгнуть на электричку, отсюда можно на МЦД свалить. Чего, как поедем? Здесь они решили. Она не может решить, она боится мне сказать, что она не хочет ехать на велосипеде. Да ей и хочется, и колется, и как-то я не знаю, я просто боюсь, что я замерзла, боюсь, что устану. А я уже до этого ныла, а он потом опять скажет, что ты опять ноешься, и что я не могла сразу сказать. Ныть боится. Да-да-да. Боится ныть, но ноет. Ой, да ладно. Вот такой у нас сейчас будет перекус. Там есть кетчуп, только там мало. Ты решила, как мы едем, нет? Нет. И съебать. А что ты снимаешь здесь? Ты сейчас есть не будешь. Я не знаю, я хочу спать. Ну ложись у Саши, я поехал туда. Нет. С Днем Победы, друзья. Вот, а Галина, нам в ту сторону ехать, короче. Да-да. Вот прям вот туда. Что, все, мы погнали домой. Время пол-одиннадцатого. Мчим в сторону Казанского вокзала. Смотри, какая счастливая. Да. Мчим в сторону Казанского, на всякий случай, если вдруг сильно заколебемся, заколебется, то есть. Да-да-да, я не отрицаю этого. То с Казанского, если что, на электричке рванем. А если все нормально будет, то и оттуда дальше, короче, топим домой. Вот. Короче, вот. Ты должна быть молодец. Главное, не замерзнуть. Ты должна быть молодец. Фух. Ты до Казанского знаешь, да, дорогу? Да. Ну, короче, вот. Капец, она счастливая. Ой, везучая, то есть. Везучая. Но и счастливая. Ну, когда села. Везучая, капец. Заскочили в последний поезд. Летели. Нормально. Она вся грязная спотыкалась и ехала бедная. Блин, нам было заснять. А сколько я грязная. Короче, а Галина сильно устала, поэтому мы едем на электричке с Казанского. Сократили мы примерно километров 30. Сколько проехали-то? 78 в итоге сегодня накатали. А в прошлый раз ты 90 сделал. Ну, вот. Вот. Ну, ладно. В другой раз. Еще целое лето впереди. Короче, ну, наверное, все на этом можно закончить. Сотка сегодня не удалась. Зато классный день провели. Весь город объехали вдоль и поперек. Прямо вот так по диагонали. Ну, все. Спокойной ночи.